Всем привет, дорогие друзья! Новый день, новое утро, новое приключение. Смотрите, сколько людей уже в центре, все в кафешках. У нас праздники продолжаются, но нам не до праздника. У меня уже трясутся коленки практически. Мы идем лечить зубы в стоматологию. Сегодня записаны все, я и Соня и Матвей. И все вместе будем по очереди пломбировать зубы. Поэтому у меня, конечно, немножко такой страх присутствует. Все, мы сбежим, мы спешим. Постараюсь его, может быть, чуть-чуть, если получится там снять видео. Я спрошу, я не знаю, так, в сторону машина. Мы идем по дороге, ну таки все ходят по дороге. Потому что очень неустые тротуары, еще и кафешки. Негде идти. Так что держите за нас. У нас все было хорошо, чтобы нам нормально полечили. Но это же просто только первый раз. А нам еще ходить и ходить туда придется. Очень много раз. Потому что за один прием леся только один день. Все, друзья, погнали. Кстати, мне стоматология только что звонила. И только что, когда я была дома. В принципе, я ее поняла. И они сказали, у вас прием на 12. Я говорю, да, 12, 12, 30 и так далее. Потому что я боюсь по телефону еще разговаривать. Оно все-таки непонятно. Они очень быстро говорят. Но тут мы объяснили. Я сказала, да, конечно, приду. И все, мы идем. Вон наша клиника. Она называется Клиника Корпо Дентал. Друзья мои, мы в центре. У нас там опять праздник, кричит. Уже чуть-чуть у меня отошла анестезия. А то я не могла вообще разговаривать. Но еще, конечно, не чувствую много. Но говорить могу. Значит, что мы сегодня сделали? Матвейке у нас вырвали зуб. Как тебе впечатление? Расскажи. Больно. Больно. Сказал, больше туда не пойдет. Я говорю, ну, больше вырывать они будут. Все-таки я показала снимок. Принесла пластинку. Она сказала, нужно рвать. И на следующей неделе она нам пластинку, которая от ортодонта пофиксирует, скажем так, нашим зубам теперь без этого зуба. Так, далее. Соник. Соня очень сильно плакала. Это, конечно, была жесть. Потому что ей анестезию не кололи. У нее была пекения, пекения бломбочка. Да, Соня? Но ты выжила? Пережила это? Покажи. Хорошо, кстати, сделали передний. То есть настолько пломба, вообще не видно перехода, что это пломба. Скажем так, видно, что это просто свой зуб. А у меня тоже делали пломбу на последнем зубе. Сверху. И, ну, в принципе, хорошо. То есть уколола она очень удачно, что я не чувствовала ничего. Никакого сверления. Это хорошо. Но потом мне очень приятная была процедура чистки. Потому что там где-то у меня есть, не везде, но немножко зубного камня было. И просто процедура чистки, но она всегда мне неприятная. У нас, в Украине, когда я делала, в общем, сделали... Чистка была неприятнее, чем сама пломба. Мне уже все. Я уже рассчиталась. И, конечно, еще переживала. Я еле пережила эту процедуру. Больше боялась, чем дети. А Матвей и Соня записали на следующую неделю, на следующую среду. Дальше будем лечить их зубы. Я ничего сегодня не платила. Сказала, что я буду платить в конце. Финальная фактура, когда вы мне подсчитаете. Все за всех. Привет, дорогие друзья! У меня такая смешная прическа. Я просто на кухне работаю. И ее так вот заколола. Я вообще встречаю гостей. Уже рассказывала в предыдущем видео, что ко мне приедут гости. Уже они практически на пороге. Значит, кто это? Это моя кума. Они из Киева. И приехали тоже сюда практически в первые дни войны. Быстрее, чем я. И моя кума приехала с двумя детьми. Была беременна третьим. И два месяца назад успешно родилась здесь ребенка в Испании. Все хорошо. И мы не виделись уже эти практически пять месяцев. Потому что они проживают в районе Валенсии. Далеко от нас. И не было они как-то так. Не состыковались мы за все это время. Сейчас они приедут ко мне в город. Прямо в квартиру. Я готовлю небольшой такой стол. Суп, макароны. Салат, пиццу купила в Меркадоне. В общем, такое. Чтобы их покормить. Потому что они с дороги далеко ехали. А потом мы пойдем гулять или в бассейн. Или покажу им наш небольшой, но красивый город. Продолжение следует. Продолжение следует. Молодец. Соня показывает свои успехи. Молодец. Давай еще один кружок вот такой. И разворот. Да. Так, разворот. И клесеньки. Молодец. Умничка. Соня уже у нас плавает потихоньку. Здесь очень глубокий бассейн. Два метра глубина. Нигде стоять нельзя. То есть дна нет нигде. Мы сейчас уже под закрытие. Уже практически никого нет. Уже все ушли. Сейчас нас будут уже выгонять. И самое классное время от вечера. Мне нравится. Уже практически, по-моему, полдевятого. Музыка. Музыка. Всех приветствую, дорогие друзья. Под конец видео хотела, скажем так, итоги предварительные нашей недели рассказать и то, о чем говорилось в этом видео. Значит, про зубы я вам рассказала, да, как мы их полечили. Но на самом деле, тогда я снимала, я еще была в анестезии, скажем так. Значит, мучаюсь я с этой пломбой, потому что очень сильно мне укололи анестезию, которая до вечера, скажем так, не уходила. И потом, когда я уже почувствовала, что все, я поняла, что очень сильно мешает пломба. То есть мне ее плохо спилили. И у меня вообще такое чувство, что она кирпич во рту какой-то. Знаете, я не могла жевать, я прикусила себе язык, когда что-то жевала, потому что я не могла, у меня не попадал зуб на зуб, как говорится. То есть верхняя челюсть не попадала на нижнюю. Вот, поэтому, конечно, мне нужно было сказать об этом раньше, но я не чувствовала. То есть, знаете, когда делают пломбу, а потом кладут такую черненькую бумажечку, вы прикусываете зуб об зуб, и там на зубе отметка, то есть где мешает. Вот она мне несколько раз подпиливала, и потом мне показалось, что все окей. Но на самом деле, когда я уже говорю, у меня была очень сильная анестезия, и когда все отошло, то я поняла, что очень сильно мешает пломба, и я это чувствую уже который день, не проходит это ощущение, то есть она очень большая. Но ничего страшного, мы на среду записаны, на следующий прием, и я попрошу ее обязательно мне ее подпилить побольше. И уже я чувствую, то есть у меня уже есть ощущение, точно, как я, мой прикус, да, ощущение жевания и так далее. То есть, в принципе, ничего страшного. И я вам скажу, что очень, на самом деле, болел зуб первый день. И я даже переживала, хотела пить лекарство, но не пила, так как, вы знаете, я пью лекарства в очень-очень крайних случаях, и я перетерпела эту боль. Ну, то есть, так, болела конкретно, потому что там пломба довольно большая. Какие новости у нас были, я вам говорила, да, что ко мне приезжали гости в Инстаграме, у меня есть целое видео и фото. Приезжала моя кума с детьми, и третьего ребенка, кстати, я рожала здесь, в Испании. И, знаете, это была очень приятная встреча, и это было прям возврат в прошлую жизнь, как говорится, потому что когда ты встречаешь здесь своих людей, тебе кажется, что ты на какое-то время, ты как дома, да, то есть ты почувствовал, скажем так, своих родных людей. Поэтому это была очень приятная встреча, мы провели время отлично, мы за день, я вам скажу, наш город, я им показала практически все, и они говорят, Катя, тебе можно уже экскурсоводов работать. То есть, мы ходили по центру, мы прошлись на площадку, где у нас Тарзанка, это через весь город прошлись в центр, показала я им самые красивые улицы, места, которые мне нравятся. После Тарзанки мы все-таки пошли в наш бассейн огромный, и ребятам очень понравилось. У нас бассейн, конечно, все сказали, просто шикарный. Они живут тоже в Испании, они живут ближе к Валенсии, то есть у них, конечно, море рядом. И знаете, когда они приехали, то есть первое, что сказали, они все не видели ничего, просто говорят, ну, как вам вот Испания, да, они отвечают. Ну, вы знаете, мы не понимаем Испанию без моря. Но когда они уезжали с нашего города, они сказали, боже, вот такой классный городок, вот действительно, даже и без моря здесь очень-очень даже неплохо. То есть городок чистый, компактный, красивый, тут море всего есть, и аквапарк, и бассейны, и детские площадки очень хорошие, да, то есть учебные заведения, ну, то есть он очень такой развит, скажем так. Поэтому город наш, ему очень-очень понравился. Мы вечером сходили в кафе на площади Прада, очень тоже понравилась там атмосфера вечерняя, этот красивенный костел, этот такой небольшой скверик, детская площадка, там вечером зажигаются фонарики, атмосфера просто обалденная. И также мы пошли на наши развлекаловки, на наши аттракционы, которые приехали в наш город на неделю фиеста, да, на неделю праздников. И еще прям до ночи, ночью катались на аттракционах, поэтому они получили море удовольствия, потому что они в Испании живут в селе, тысячу населения возле Валенции, и там ничего этого нет, то есть там, вы понимаете, один магазин, одна школа, один маленький-маленький бассейн, вот, и у нас, конечно, тут такая, как говорится, движуха, что они на месяц вперед получили позитива. Такая вот у меня была неделя, на самом деле насыщенная, еще меня приглашали на день рождения, мы отмечали, поэтому вроде бы и каникулы выходные, но дни проходили вот тоже один за одним, и уже все, завтра последний день праздников, понедельник, снова выходной, ничего не работает. И вчера я снова в субботу вечером закупалась продуктами и водой, тащила торбы, и снова, будете писать, Катя, купи уже эту тележку. У меня уже потянуло себе руку, потому что столько всего тяжелого я несла домой из-за того, что два выходных впереди. В общем, все как обычно. На самом деле, я не знаю, мы не так много едим, мы не так много готовлюсь, сейчас продукты все равно уходят, и я вижу, что в основном это такая тяжелая вот вода, то есть в основном это вода, соки, молоко. Вот это туда, куда уходят деньги, наверное, потому что вроде мы не так много готовлю, не так много едим, а деньги уходят. Все, друзья, спасибо вам за позитивные комментарии, спасибо вам за внимание, спасибо, я вижу все ваши комментарии, те, кто меня поддерживает, это очень приятно. Также, кто видел, кто не видел, подписывайтесь на мой инстаграм, я там активно, я прям начинаю, как говорится, въезжать в тему инстаграма, и я понимаю, что, чтобы приходили новые подписчики туда, нужно быть активной, я стараюсь, я там даже больше, наверное, показываю сейчас, чем в ютуб, то есть там прям вы в онлайне можете следить за нашей жизнью, потому что ролики у меня, конечно, выходят немножко с опозданием на ютуб, вот, но все же хочу и осваивать эту сеть, инстаграм, без него никуда, хоть как бы я не была и против него ранее, вот, поэтому очень буду рада видеть вас в числе моих подписчиков в инстаграме, пишите, задавайте вопросы, что вам интересно, просто лайкайте, если у вас есть время, если у вас есть возможность, не забудьте поставить свой лайк, и еще раз, всем до новых встреч, увидимся скоро, здоровья, как всегда, и мирного неба. Пока-пока.